Это только начало. Я хотел буквально пару минут уделить вчерашнему празднику. Понятно, что много уже было сказано, много уже было пережито людьми за вчерашний день. Некоторые переживали эти события интенсивно, и все же я хотел бы свои пять копеек вставить. 23 февраля многими празднуется как День всех мужчин, и на эту тему, мне кажется, высказываться совершенно бессмысленно, потому что есть те, коим предлежу и я, кто считает этот праздник, безусловно, не своим, и никакого смысла не видит праздновать нечто, объединяющее людей исключительно по половому признаку, тем более, что нас довольно много, нас почти половина населения, и демонстрировать свою удаль коллективным образом, используя один день в году, мне кажется, несколько комичным. Но я хотел бы два слова сказать и о первоначальном значении этого праздника. Напомню, что это День защитника Отечества, и это все-таки праздник, который чествует всю российскую армию. Так вот, буквально два слова об истории этого праздника, наверняка многие из вас все эти факты уже знают, но считаю своим долгом их все-таки напомнить, тем более, что я почти попадаю в дату. Итак, 23 февраля считается Днем защитника Отечества, а до этого долгие-долгие годы, многие десятилетия, он был Днем Красной Армии, потому что считалось, что в эти дни, а конкретно 23 февраля 1918 года Красная Армия появилась на свет. Так вот, хочу напомнить, что, во-первых, конечно, большевики, как и многие другие социалисты, особенно радикальные социалисты, в начале века считали армию все-таки инструментом угнетения. И мечтали они, особенно после четырех почти лет Первой мировой войны, мечтали о всеобщем разрушении народа, о добровольных отрядах, отсюда милиция, потому что все-таки это не полиция и так далее. Красную Армию, они тоже себе, может, в проектах видели, но считали ее, безусловно, обязательной к существованию в добровольном виде. Но продолжилось, как мы знаем, наступление Германии на советскую уже Россию, и с этим наступлением надо было что-то делать. Так вот, 23 февраля довольно парадоксальный день. Во-первых, незадолго до этого действительно был декрет о создании РКК, то есть Российской Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Но именно 23 февраля, так уж получилось, Россия в лице Совнаркома, возглавляемого Владимиром Ульяновым, приняла ультиматум, который выкатили ей немцы. Ультиматум этот был довольно унизительным, особенно по сравнению со всеми прошлыми отношениями во время Первой мировой войны. Этот ультиматум включал в себя мгновенную приостановку боевых действий, фиксирование границ в том виде, в котором они зафиксировались на момент приостановки этих военных действий, то есть потери колоссальных территорий для самой России, ну и, наконец, с принуждением России к мирным переговорам, которые возобновились как раз тогда после этого ультиматума в Бресте. Так вот, именно 23 февраля 1918 года Россия приняла тот самый ультиматум, о котором я говорю. Были ли действительно какие-то победы, о которых так долго говорили советские историки и историографы под Нарвой и Псковом, вот это доподлинно совсем неизвестно. Если они и были, то это были победы в незначительных локальных стычках, которые, в общем, сложно считать созданием такой махины, как Красная Армия, которая к концу гражданской войны разрослась аж до 5 миллионов человек. Вот. Сложно было бы придать вот тем событиям, которые тогда действительно произошли и под Нарвой, и под Псковом, сложно придать этим событиям значение действительно каких-то военных викторий, которые могли лечь в основу огромной новой военной машины будущего государства. Праздник 23 февраля появился, по сути, да, тогда, в начале 20-х годов, вскоре после этих событий, но по настоящим праздникам, именно как праздникам победы под Нарвой и Псковом, он стал только благодаря Иосифу Сталину в 1938 году, то есть 20 лет спустя. 20 лет спустя после событий в известиях появилась статья Сталина, где он формулировал именно как победы под Псковом и Нарвой. Ну, а потом началась, как мы знаем, Вторая мировая война, и 23 февраля 1942 года там была еще более решительная формулировка в приказе, называлась «Наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой». Ну да, под Псковом и Нарвой. Ну да, тогда это было необходимо, потому что страна снова столкнулась с немецкими захватчиками. Но я хотел бы, подытоживая все вышесказанное, напомнить все-таки военным, особенно тем людям, которые видят в этом свое признание, свой долг, свое служение Отечеству, хотел бы напомнить, что этот праздник базируется, ну давайте вещи своими нами назовем, на вранье. Он базируется на том, чтобы было выгодно в сиюминутных целях, и исключительно эти цели были пропагандистскими. Ничего реального под собой он, к сожалению, не имеет. Мы вернемся после рекламы и продолжим, вручим, наконец-то, призыв в окрасе традиционного сокровища нации. Это только начало, я Владимир Раевский, повторюсь, если вы слышали выше сказанное мною, я совершенно не хочу никого задеть или обидеть, кроме тех, кто распространяет мифы и кто считает, что все остальное население России – это те люди, которым можно обтирать все что угодно. Я совершенно не хочу обидеть тех, для кого 23 февраля – это день важный и праздничный, я просто искренне хотел бы напомнить об истории этого дня и о том, как он стал праздничным, потому что странно было бы отпихивать эту правду, тем более, что этот день посвящен, как мы догадываемся, людям мужественным и, следовательно, способным взглянуть в лицо любой правде. Итак, переходим к традиционной рубрике «Сокровища нации». Напомню, что смысл этого конкурса состоит в следующем. Каждую неделю накануне эфира мы прячем сокровища нации, то есть небольшой магнитик, сувенир, открытку, что угодно, где-то в городах, где вещает или не вещает «Серебряный дождь». Это сокровище оказывается спрятано в неком месте, которое я загадываю определенным способом. Вы, дорогие слушатели, находите, где это сокровище спрятано, отыскиваете его, присылаете нам селфи с сокровищем и получаете за это призы от нас, от «Серебряного дождя» и от наших партнеров, от издательств, которые присылают нам книги для розыгрыша. Напомню, задание, которое ввело к сокровищам на прошлой неделе, оно было спрятано в Вологде. Звучало это задание так. Интересы этого гостя Вологды были довольно разнообразны, от огурцов и сигов до канатов и водных бассейнов. Ну что ж, в этом городе и правда можно найти самые разные предметы интереса. Здание, где останавливался визитер, вы вполне можете знать. С левой стороны найдите кабель-канал, а в нем магнитик с Кириллом Белозерским монастырем, который спрятал туда Вологжанин и наш постоянный слушатель Николай Ковтыш. Пришлите, пожалуйста, фотографию с магнитиком и призы ваши. Друзья, уникальная, уникальная ситуация сложилась на прошлой неделе, такого еще не было в нашей традиционной рубрике «Сокровища нации». Дело в том, что сразу два победителя, не потому что мы с кем-то сжалились и решили докинуть призы в догонку, ничего подобного. Сразу два победителя одновременно, одновременно оказались на том месте, где было спрятано сокровище. Володя, я тебе могу сказать, что в эфир пришла мне фотография сразу двух слушателей. То есть одна фотография двух слушателей, случай уникальный, такого еще никогда не было. Барышня, которые действительно оказались вдвоем, и они скооперировались и прислали нам свою фотографию. Что, во-первых, говорит действительно о том, что ситуация, сложившаяся на прошлой неделе, была уникальной для нас. Мы очень рады, обсуждали с коллегами на радиостанции всю неделю. Во-вторых, что наши слушатели действительно такие люди, которые, оказавшись у заветной цели, могут в этот момент объединиться. Что принесет им исключительно умножение призов, хлебов, рыб и всего прочего. Итак, я хотел бы побеседовать сразу с обоими победителями в эфире, и, Марии, это удалось. Так, на одной линии у нас Эдуард, на второй линии у нас Дарья. Эдуард, прием. Да, доброе утро, доброе утро, Мария, доброе утро, Владимир. Доброе утро. И, Дарья, давайте проверим ваш звук. Даша, вы в эфире. Доброе утро. И я очень рада, что Эдуард сегодня тоже с нами, и я боялась, что мне придется его разыскивать. Привет. Доброе утро, Дарья. Мы вас всех давно знаем. Мы нашли вас. Итак, задание я зачитал. Расскажите, как вы его нашли. На самом деле, мне кажется, очень просто было пить отгадку, но единственное слово, которое сразу указало правильный путь слова «визитор». Мне понятно стало моментально, потому что, на самом деле, можно говорить о том, что визитеров знаменитых вологде, конечно, было немало, но самые глобальные фигуры – это Петр Первый, пожалуй, и Иван Грозный. Но по поводу задачки, наверное, все-таки было конкретнее указать домик Петра Первого, поэтому труда не составило догадаться, и я сразу же рванула в сторону Советского проспекта. И встретили там Эдуарда. История очень была интересная, на самом деле, потому что я подходила с другой стороны улицы к нужной точке и думала, что я была уверена, что я буду там одна. Но в какой-то момент передо мной завернул автомобиль. Я, конечно же, засомневалась, не туда же едет он, куда и я. И, на самом деле, Эдуард бодрой походочкой направился именно к домику Петра Первого. А мне пришлось лежать за ним. Это был очень прекрасный утренний квест. Эдуард, расскажите всю эту историю с вашей стороны. А теперь версия номер два. Да, все было так, все здорово. А для меня были ключевые фразы – это то, что в задании было упоминали слова «канаты» и «водные пути». И как-то сразу же навеяло то, что действительно это связано, наверное, с Петром Первым. А здание, где он мог останавливаться, домик Петра Первого – это у нас такой исторический памятник, в котором Петра Первый именно оставался в этом здании по прибытию в городе Булгиняйских хорах. И, соответственно, вот сразу же навеяло и тоже помчался по этому направлению. И подъезжая, подъехав к этому памятнику, подходя к точке, услышал сзади хрустящий стек. «Быстро приближайся ко мне со спины, да, поворачивайся в спине». Подходит Дарья. И вот так вот мы вдвоем оказались у заданного места. Ну, естественно, как говорится, потому что мы все это дело запечатлели. Вот, и подлали фотографию, и были довольны, счастливы, рады. Дарья и Эдуард, какое счастье, что вы у нас есть, что у нас есть такие слушатели, как вы. Большое вам спасибо за этот рассказ. Мы очень рады были, что вы прислали именно селфи вместе. Отправили вам два комплекта книг. Здорово, спасибо большое. Ура, ура, ура. Или отправили на днях, я в общем не знаю, как там, это уже мелочи. Самое главное, что вы у нас есть, я ужасно этому счастлив. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Теперь я знаю, какие слова млине надо использовать, чтобы все находилось так быстро. Спасибо вам огромное и счастливо. Как-нибудь еще в Володе спрячем, а вы найдете. Пока-пока. Эдуард, Дарья, да, спасибо большое. Ну что же, я буквально, во-первых, очень-очень тронут этой историей, как вы могли догадаться. Во-вторых, я хотел бы буквально в двух словах рассказать, о чем, собственно, идет речь. Потому что опытные волокжане сказали, ну, тогда что на Советском проспекте, и, конечно же, больше никто не понимает, о чем идет речь. Я, тем не менее, дам несколько наводок для разгадки. Итак, повторю еще раз задание. Интересы этого гостя Вологды были довольно разнообразны. От огурцов и сигов до канатов и водных бассейнов. Ну что ж, в этом городе и правда можно найти разные предметы интереса. Здание, где останавливался визитер, Дарья, визитер, вы вполне можете знать. Ну и так далее. Дальше уже описание местонахождения самого магнитика. Действительно, Петр Первый посещал Вологду. Но беспрецедентно для русского города то, что Петр посещал Вологду пять раз. Я не знаю, есть ли еще такие места, кроме двух столиц, в которых император, у которого было довольно много дел за все время его кипучей деятельности. Сначала в качестве царя, потом в качестве Российского императора, чтобы он посещал какой-то город пять раз. Действительно, первый раз он отправился в Вологду еще аж в 1692 году, до всякой Российской империи, до строительства Петербурга, до утверждения Петра, тем Петром Великим, которым мы его знаем. Он действительно хотел попасть в Вологду, чтобы посмотреть на Кубенское озеро и понять, может ли он там устроить учебное плавание на кораблях. Да, тогда, к концу, еще в 1692 году, в конце 17 века, идея создать России флот и как-то научиться стать морской державой, овладела сознанием, душой Петра. И он исследовал страну на предмет того, чтобы этот флот начать строить. Как известно, были для этого употреблены самые разные города, и Воронеж, и Азов, и Вологда. Но в Вологде, тем не менее, ничего не получилось, потому что Кубенское озеро для учебных плаваний ему не очень помогло. Там маневры его создаваемого потешного флота, возможно, не представлялись, потому что озеро было довольно буйное, нравство было непредсказуемо, к тому же у берегов было довольно мелко, поэтому ничего из этого и не вышло. Но буквально два года спустя царь снова приехал в Вологду с трехстами своими участниками свиты, всей сопровождающей свиты. Пробовал там трое суток, и на этот раз, продолжая строить флот, он вернулся в Вологду, чтобы посмотреть, как там делают канаты. И в Древле Козненская слабода слабилась своим канатным производством, там Петр посмотрел над тем, как вьют канаты, над тем, как работают вологодские мастера, и остался, кстати, доволен. Потому что когда по-настоящему Россия начала строить флот, и это был тот флот, который потом будет находить себе славу в самых разных уголках Европы и, кстати, Азии, то в 1718 году из Вологды вытребовали 150 лучших канатоделов, канатных мастеров, туда, на верфи адмиралтейства, в новый город Санкт-Петербург. Это был второй визит в Вологжан. Этот второй визит очень смешной, потому что вот там родились эти сиги, которые звучат у меня в задании, да не будут они спутаны с другими сигами, потому что в хозяйственной книге архиерейского дома до сих пор можно найти, зафиксирован там этот факт, довольно заурядно вписанный в бытовую жизнь в Вологде, факт покупки к царскому столу за 4 алтына, внимание, 12 щуряд, 20 лещей и 8 штук другой рыбы у вологодского купца Емельянова. Но в других источниках пишут, что вологодский архиепископ посылал людей на Шексну за свежей стерлидью, а на Кубенское озеро, то самое, которое не понравилось Петру, из-за невозможности там провести учение потешного флота, за Нельмой и Сигом. Также подавали, говорят, на царский стол свежие вологодские огурцы, ничего про них не знаю, расскажите лучше вы, и мелкие грибы. Ну ладно, соглашусь со вкусами императора, тогда еще, да, тогда еще совсем даже не императора. Вот, про третий визит, ничего особенно сказать, нет, про третий визит состоялся в 1702 году, когда в разгаре была Северная война, как мы знаем, со Швецией за доступ нашей страны к Балтике. В очередной раз Россия пыталась прорваться к этим морям, к Балтийскому морю, и попасть таким образом, прорубить окно в Европу. И вот Петр снова проезжал через Вологду, чтобы попасть в Архангельск. Он был несколько обеспокоен тем, что шведы могут напасть на Архангельск со стороны Белого моря, и проезжая через Вологду, направлялся посмотреть, как будет снаряжаться флотилия, чтобы Архангельск защитить. Как мы знаем, Архангельск был главным, по сути, портом, главным окошком на Белом море со стороны Европы, и для нас этот город имел стратегическое значение просто колоссальное, потерять его было просто невозможно. Поэтому Вологда, как северный русский крупный город, был таким плацдармом для обороны Архангельска. Туда прибыл в полном составе преображенский полк, 4000 человек. К началу навигации, к началу сплава в Архангельск воинских снарядов там стояла колоссальная флотилия, вся пахнула свежим деревом, весь этот преображенский полк был выстроен, и в Алакжане наблюдали, как на их глазах куется будущая победа в Северной войне, и куется, в общем, будущая абсолютно новая, невиданная прежде страна под названием Российская империя. И два последних визита, это 1722 и 1724 год. Петр был уже не в таких юных и не летах, как в прежние визиты. Это был уже человек, старательно подкосивший свое здоровье разными неполезными привычками и занятиями. И, ну, вот, ехал он лечиться вначале в Карелию на Аланецкие воды, а потом из Карелии, те, кто нас слушают в Карелии, это то, что называется Марциальные воды. До сих пор есть такой населенный пункт, если не ошибаюсь, неподалеку от Кандапоги, в котором Петр, согласно преданию, лечился. И вот обратно, когда Петр ехал, он останавливался в Вологде на дворе, который принадлежал голландцам, которые в этом городе жили. Голландцы по фамилии Гутман. У них было действительно одноэтажное каменное здание под крышей, в котором, в общем, нет никакого железобетонного на эту тему свидетельства, но в котором по городским преданиям и городским слухам Петр ночевал, но эти слухи, они, знаете, они не то чтобы только сейчас появились на свет, они курсировали еще в XIX веке, к 200-летию императора в этом домике был открыт музей, и, в общем, там он пребывает до сих пор, это домик Петра, там и было спрятано сокровище нации. Напомню, что его, вот буквально два слова, еще буквально те строчки, такие строчки, как огурцы и сиги, относятся к первым пребываниям Петра, канаты и водные бассейны, ко всем пребываниям Петра в Вологде, потому что производством канатов очень интересовался император, а водные бассейны рассматривал как, водные бассейны в виде Белого моря и окрестных озер рассматривал как плацдармы для строительства нового флота. Все, закончил говорить про Вологду. Ты удивляешься, почему Петр Первый пять раз ездил в Вологду, наши слушатели тебе пишут, ну как же, тут наверняка была замешана женщина, тут предполагают, как в Шаакене, вот его он посетил шесть раз ради трактирщицы, последний раз, кстати, посещал без Екатерины, ну так, предположение от наших слушателей. Володя, вернемся тогда, съедобные факты, Марвин Гей будет, а после этого... Вернемся и дать новое задание. Правильно, да. Это только начало. Это только начало, я Владимир Раевский, мы триумфально отпраздновали конкурс «Сокровища нации», который прошел на прошлой неделе, «Сокровище» было спрятано в Вологде, его одновременно нашли аж два наших слушателя, Дарья и Эдуард, мы с ними с обоими созвонились немного раньше, если вы пропустили это грандиозное событие, то вы можете пересмотреть, как это случилось и что нам рассказали о своем городе Дарья и Эдуард. Вы можете пересмотреть этот эфир на Ютьюбе, там, где вы нас, возможно, смотрите и в эти минуты. Итак, объявляю задание на будущую неделю, наша традиционная рубрика «Конкурс «Сокровища нации». Сокровища нации из задания вы узнаете, где спрятано это сокровище. Сейчас все услышите. Очень много «не». Он не воевал на империалистических войнах, не был воплощением южно-русского мифа, сам вообще не создавал, но как наследовал. И все же сокровище спрятано Мариной Алексеевой у его ног в городе Иваново по заслугам. Найдите в снегу небольшой характерный предмет, сфотографируйтесь с ним и получайте приз. Туманно, да, звучит? Я старался. Очень, повторяю задание, очень много «не». Он не воевал на империалистических войнах, не был воплощением южно-русского мифа, сам не создавал, но как наследовал. И все же сокровище спрятано Мариной Алексеевой у его ног в городе Иваново по заслугам. Найдите в снегу небольшой характерный предмет, сфотографируйтесь с ним и получайте приз. Я вооруженный опытом, который заключается в том, что вы бесстыдно быстро отыскиваете те сокровища, которые мы с нашими агентами прячем в разных других городах. Я решил здесь немножко все усложнить и затуманить, но из-за дания ясно, что речь идет о некоем персонаже, который связан с Иваново, и о котором очень-очень много мифов и легенд сложных. Все, больше ничего вам на эту тему не скажу. Скажу лишь на соседнюю с этим тему о том, что за призы вы получите, если отыщете то сокровище, которое там спрятано в снегу. Вы получите на этот раз две книги, вернее, вы получите две книги на этот раз от издательства «Корпус», с которым мы тоже подружились, которая прислала нам несколько книг Владимира Сорокина. Они готовятся к выходу его романа в ближайшие недели. Я об этом романе расскажу, как только он выйдет, довольно подробно. Итак, на этой неделе в Иваново, я надеюсь, уедут две книги Владимира Сорокина. Одна из них – это роман «Норма», который вы, конечно же, наверняка хорошо знаете, но пусть у вас будет такое сверкающее новизное издание. А вторая книга – это сборник рассказов «Пир», тоже Владимира Сорокина. Обе изданные издательством «Корпус» отправятся к вам в Иваново, как только вы отыщете сокровища и пришлете нам с ним селфи. Напомню, что присылать надо на телефонный номер 7976333, простите, плюс 7903-7976333. Найдите нас в WhatsApp, забейте, конечно же, этот номер в свои постоянные контакты, найдите нас в WhatsApp, пришлите селфи прямо там, где вы найдете сокровища, и мы отправим вам Сорокина без аннексии и контрибуций, мгновенно. Пусть эти книги вам достанутся, отыскивайте их вооружившие заданиями. Я еще раз все-таки его повторю, потому что уж больно туманно оно сочинено, сейчас вот как-то посмотрел на все эти стороны, но я уверен, что это вас не остановит, особенно ивановцев, которые знают свой город на зубок. Очень много «не». Он не воевал на империалистических войнах, не был воплощением южно-русского мифа, сам не создавал, но как наследовал. И все же сокровище спрятано Мариной Алексеевой у его ног в городе Иваново по заслугам. Найдите там в снегу у его ног небольшой характерный предмет, сфотографируйтесь с ним и получайте приз. Зы. Призы. Набор сувениров от «Серебряного дождя» и две книги Владимира Сорокина. Это пир и норма от издательства «Конкурс». И еще раз напомню, пишите, пожалуйста, слово «Конкурс». Если сейчас не пришлете утром правильный ответ, то мы будем отсматривать уже по слову «Конкурс» в течение дня. Хотел бы проаннотировать, что, как всегда, рубрика наша «Первый звонок» состоится в начале следующего часа, где-то примерно в 9.15. На этот раз мы позвоним одному человеку, чтобы прояснить следующие события. Сегодня исполняется ровно 120 лет до тех пор, как в церковных ведомостях было опубликовано определение Святейшего Сенота в отношении Льва Толстого. Естественно, Святейший Сенот, потирая ручки, отлучил графа Толстого от Русской Православной Церкви. Вернее, сказать, он не отлучил его, многие так это восприняли, но он зафиксировал отпадение Льва Николаевича от Православия, от Русской Православной Церкви. Это определение вышло еще в 21-22 февраля, но именно 24 февраля 1901 года оно было опубликовано в церковных ведомостях. В ведомостях, наверное, правильно сказать. Вот, мы в 9.15 позвоним Павлу Басинскому, знаменитому специалисту по жизни и творчеству Льва Толстого, автору замечательных книг «Бегство из рая», «Святой против льва» и других, блестящему специалисту по Льву Толстому, мы узнаем, что же все-таки это было. И самое главное, почему 120 лет спустя нас так будоражит отпадение графа Толстого от русско-православной церкви. Не думаю, что кто-либо сейчас смог бы воспринять чье-либо отпадение от русско-православной церкви так, как мы воспринимаем отпадение от нее Льва Толстого, чему он был, кстати, довольно рад, учитывая его ответ в Священную Синоду. Но не буду забегать вперед. Обо всем этом мы довольно коротко поговорим с Павлом Валерьевичем. Дождитесь этого в 9.15 мы ему позвоним и поговорим об отпадении от церкви Льва Толстого. Видите, даже смешно про это говорить как про некое актуальное событие. Тем не менее, до сих пор оно всех гудоражит и люди пишут письма московскому патриарху с призывом вернуть графа, которого нет уж как сколько? 100 111 лет на земле вернуть его в Луанцеркви. В общем, понятно, что дело серьезное. Я хотел в нескольких словах, поскольку я сейчас нахожусь в государстве Израиль, перемещаюсь по стране, пока можно. Тут открыли границы, открыли, вернее, перемещение между городами, сняли строгий карантин. Несколько недель назад, правда, собираются снова его ввести буквально на сколько там, два-три дня, пока будет бушевать Пурим. Запретили всем, вы знаете, довольно веселый еврейский праздник. Запретили всем веселиться, переодеваться и быть не тем, кто они являются без прививки. Что такое? Очень смешно, сформулированно, очень талантливо. Мария, да, в общем, не буду погружать вас в тонкости иудайки, действительно, довольно веселый праздник, когда все наряжаются и должны выдавать себя не за тех, кем они являются. Обычно это все проходит довольно массово, с карнавалами, с переодеванием, с костюмами, с шествами по городу и с танцами, с песнями. Естественно, в нашу прекрасную пору вот так это прямо быть не может, поэтому запретили всем ходить в гости, перемещаться между городами, вели комендантский час, там, типа, нельзя от дома отходить больше, чем на сколько-то метров, на тысячу полметров, поэтому я пользуюсь возможностью и постараюсь ездить по стране как можно больше, чтобы набраться побольше впечатлений, записать разные прикольные анонсы нашей программы для инстаграма серебряного дождя, подпишитесь, подпишитесь, услышали, что у нас есть инстаграм, подпишитесь, там довольно много всего веселого и в сторис наши ведущие, не только я, знаете, разные ведущие публикуют анонсы своих программ в разной степени интригующие, но вот я стараюсь ездить, чтобы выбрать хороший фон для того, чтобы проанонсировать нашу программу. Вчера вышел анонс программы «Это только начало», где я оказался около знаменитой галилейской Моны Лизы, так называют изображение женщины, сделанное в технике мозаики в Древнем Риме во втором веке нашей эры аж до Моны Лизы оставалось еще 13 веков, тем не менее, конечно, так ее назвали, действительно, очень красивая римская женщина, выложенная на невероятном художественном уровне мозаикой, несколько таинственно улыбающаяся, улыбающаяся, поэтому она изнискала себе такой титул. Несколько длиннее, по-моему, унизительный, потому что назвать, ну, представьте себе, барышня, если про вас скажут, что вы, например, московская, ивановская, вологодская, минская, киевская или тюменская, кто-нибудь, как вы на это отреагируете, я вот не рискнул бы это сделать ни в чем отношении. Тем не менее, вот изображение этой женщины так вошло в разные путеводители и называют Галилейской Моной Лизой. Где же она? Где же? Как ее найти? Ничего я про это место знать не знал, что оно даже существует, и более того, мои многоопытные друзья, которые путешествовали по Израилю с самой юности, тоже ничего не знали про это место, и тоже были поражены, когда туда попали. Всех вас туда зазывая, как только можно будет путешествовать по Израилю, и как только можно будет влетать в это замечательное государство. Место называется Ципорий. Это, скажем так, переделанное на местный лад исконное название этого города, которое называлось Сепфорис. Еще в самые-самые древние времена, в древних иудейских тарствах, а потом в римских провинциях, а потом в древней Византии, Сепфорис называлось это место. Это был великолепный город, сначала построенный в совсем древние времена, потом разрушенный, а потом построенный заново в том великолепном виде, в котором мы его знаем, царем Иродом, страшным этим дьяволом во плоти, которым детей пугает, но на самом деле довольно энергичным правителем, который во многом изменил карту нынешнего Израиля, потому что построил довольно много городов и открыл довольно много новых мест для того, чтобы люди там могли жить. Но вот Сепфорис был одним из таких мест. Его посещают как национальный парк, и там действительно сохранились разные древности, разные развалины. Они, может быть, не так впечатляют тех, кто уже попутешествовал по каким-то римским или бизантийским развалинам Израиля до этого, но уж точно они никого не оставят равнодушными, потому что такого количества мозаик, а самое главное, такого качества, такого высочайшего художественного уровня, ну, я не знаю, конечно, в Израиле довольно много мест с мозаиками, но вот такой концентрации пойди поищи. В частности, на одной из вилл, которая называется вилла Диониса, там действительно изображены такие вакхические, простите сейчас за то, что я скажу, вакхические вакханалии, там, в общем, пейся лейся на этих мозаиках, это была чья-то очень-очень-очень-очень богатая вилла, вся украшенная мозаиками, довольно большая по территории, и в частности, на ней, возможно, изображена просто хозяйка. Изображение этой женщины действительно прекрасно, найдите в Инстаграме Серебряного Дождя, как она выглядела, ну, а найдя в этом, погуглите, вот по этому чудовищному словосочетанию галилейская Монолиза. Скорее всего, это изображена просто хозяйка дома, сильно приукрашена в виде, но, может быть, это действительно Афродита, или, может быть, какой-то идеальный образ, может быть, это кто-то, о ком мы не знаем. Тем интереснее повыдумывать у себя в голове, поразмышлять на эту тему, но не ей единый жив древний Сипфорис, не ей единый жив заповедник, как национальный парк Сипфорис. Там есть совершенно потрясающая мозаика под названием «Праздник Нила». Казалось бы, где Нил и где мы сейчас находимся? Вот этот Сипфорис древний находится в Галилее, то есть вокруг озера Кенерат, по которому, согласно библейским историям, ходил Иисус и где рыбачил апостол Андрей в то время, как Спаситель ходил по воде. Это вот там находится. И там же мозаика «Праздник Нила». Вбухано в нее денег, усилий, маленьких камушков, и разных художественных устремлений, немало. Так вот, где Нил и где этот Сипорий? Но, видимо, Александрийская культура, процветавшая тогда во всем этом нашем регионе, в Ближневосточном, она была настолько сильна, настолько был силен ее импульс, что вот этот миф о Ниле, который дает жизнь всем городам и народам, которые живут вокруг него, видимо, этот миф был настолько силен, что эта Александрийская культура проникла сквозь сотни километров. Я уж не знаю, сколько отсюда до Нила. Ну, так на машине, наверное, ехать в общей сложности часов так десять, больше, наверное, даже двенадцать. Довольно далеко это находится. И вот этот Нил отдалился сюда, до Галилейского озера, до озера Кенерет. Семьдесят разных цветов в этой мозаике и самые разные персонажи. Но несколько поразительных вещей, в частности, огромный бегемот, кстати, древнеевритское слово, гиппопотам, из которого, из пасти которого вытекает река, на этом бегемоте сидит бог Нила, мы видим его только ногу, а вокруг там растут лотосы, плавают там разные рыбы и птички, вокруг веселятся люди и празднуют, празднуют, празднуют плодородный Нил и его разлив. Туда, в этот Нил, воткнут некий столб. Он может быть спутан кем-то с какой-то башней, но на самом деле это столб и это Ниломер. Это такой прибор для измерения полноводия, для измерения уровня разлива Нила, потому что именно в соответствии с этим разливом определялся размер налогов на будущий год. Потому что, если мы понимали, что год будет плодородный, то из крестьян взимали гораздо больше картошки и помидоров. Ха-ха-ха. Я пошутил про картошку и помидоры. Вот. Но там еще довольно много разных мозаик, которые довольно любопытно увидеть. В частности, есть амазонка. Две амазонки, изображенные одна. Ну, один в один, сами знаете. Кто один в один копьем протыкает какую-то гадюку? Ну, один в один. Только это девочка. Собственно, то, что будет на гербе Москвы будущего. И второе изображение это амазонка. Но правая грудь вылетает из туники и она на месте. Она не отрезана, как гласили мифы о том, что в амазонке отрезали себе правую грудь, чтобы удобнее было натягивать лук и стрелять в своих врагов. Вот такое удивительное место. Еще раз напомню, называется Ципори. Если окажетесь в Израиле, посетите непременно это удивительное место всего лишь в часе езды от Тель-Авива. Добро пожаловать. Вернемся и продолжим. Три минуточки у нас там есть до выхода. Пасинского телефон у меня есть. Надеюсь, он предупрежден. Да, вроде должен быть. Так, спрашивают тебя, когда в Калининграде последний раз ты что-то прятал. Мы что-то прятали в Калининграде? Нет, никогда. Никогда. Надо же запрятать, Володя. Сейчас скажу своим слушателям, там в Калининграде записался. Где-нибудь в батискаф морского музея. А вот я вот совсем плохо знаю Калининград. Я был один раз не проникся. Но я, кстати, тоже не дошла до морского музея. Так, что нам пишут в чатике? Пишут ли нам что-то? Галилейская монолиза это как Леди Макбет Муценского уезда. Красиво? Красиво. Да, но там под Леди Макбет выезда не красавку подразумевали. Совершенно, да. Под монолизой именно ее имя. Какая хорошая девочка, улыбаешься, как и дальше называть что-то имя, и все. Это приговор. Это ты про что? Ну, нельзя так говорить. Нельзя одних девочек с разными с другими. А, ты про вот ну, хорошо. Я представляю, что кому-то говорят вот ты галилейская монолиза. Не хорошо только говорить. Не знаю, а мне кажется, что это же, знаешь, такая история всяких итальянских Мадонн. Мадонна такая, Мадонна сякая, не побоюсь этого слова. Мне кажется, это красиво, учитывая, что региональность Италии все-таки была такая важная штука, да? Наверное, в Воронтийке же считались там особенно красивыми или все такое. И считаются. И считаются, да? Я пытаюсь вспомнить, знаю ли я хоть одну флорентийку. Я знаю одного флорентийца и даже двух флорентийцев. Они очень красивые. Я знаю парочку. Флорентийка? Да. Известных или не очень известных? Нет. Ладно. Хорошо тогда. Ну, хорошо. Разве можно сейчас сказать вот про российские всякие регионы? Женщины, например, все-таки Краснодары очень красивые Кубани. В них что-то есть такое очень классное. Можно, но нельзя сказать, что они красивые, как кто-то. Пусть они красивые, как краснодарки. Но с другой стороны, если ты скажешь, что красивые, как краснодарки, обидятся же калининградцы. Нет, а калининградцы красивые, как калининградцы. Пусть все будут равны сами себе. Чувствую, мы нечего чувствовать себя какой-то провинцией. Сейчас Володя скажут тебе, ты слишком толерантен. Чё как? Чё как? Да. Нам пишут, слышно ваше обсуждение, ну вот теперь так и будет. Но если я отожму кнопочку, я же три минуты держу вот эту кнопочку, понимаешь, пальцами. Если я её отожму... Мария, может, сможешь мне сказать? Друзья, это только начало. Мы тут вручали сокровища, призы в нашем традиционном конкурсе сокровища нации прошлой неделе. И вот нам пишут наши слушатели из Калининграда. Когда вы в Калининграде что-то спрячете? А чего? Мы спрячем как только, так сразу. Напомню, что в нашей программе есть традиция теперь уже, согласно которой призы прячем не только мы, не только я, оказывается, где-то в разных городах, но и наши слушатели. У нас есть наши городские агенты, так мы это назвали. Не думайте, что здесь есть какая-то аналогия, но действительно люди, которые нам агентурной работой в разных городах помогают. И вот, в частности, Николай Ковтыш из Вологды прятал у нас сокровища в Вологде. Марина Алексеева на этой неделе спрятала сокровище в Иваново. И мы будем рады другим нашим агентам в разных других городах, чтобы, если вы тоже спрячете там сокровище. Так что, жители Калининграда, ваше как сказать... Непосредственное участие. Ваше участие тоже в ваших руках. Если вы хотите спрятать в Калининграде сокровище и готовы взять на себя эту ответственную миссию, то просто напишите нам вот я готов, городской, я городской агент. Мы это сообщение выловим, добавим вас в нашу большую-большую уже базу данных. В ней действительно очень много городов. Вот традиционных русских городов там Москвы, Петербурга, Иваново и Вологды до Кёльна, Минска, Киева. Сам... Небольших немецких городов, самых разных европейских городов. В общем, это все, это все, мы туда вас добавим, и он настанет, этот день и час, когда мы вам позвоним и мы в Калининграде сокровища спрячем. Хотел бы еще раз проанонсировать, что нас ждет в будущем части. Вы знаете, помимо звонка Павлу Басинскому и разговор, помимо разговора о том, как Лев Толстой был отлучен от церкви и как нас до сих пор все это волнует, я хотел с вами поговорить о совершенно неожиданной штукенции. И дело в том, что те, кто слушает нас постоянно, может быть, уже знают или догадались, что я люблю котов и еще люблю мультфильмы. Так вот, наконец-то все свершилось, и я посмотрел буквально несколько дней назад мультфильм «Коты-аристократы». Был такой мультик у студии Disney аж уже 51 год назад, в 1970 году он вышел на экраны, потом был какой-то из этого сдан мультсериал, мне кажется, и про этих котят, они там прыгали, бегали, но сами эти КТ-аристократы навсегда вошли в золотую диснеевскую коллекцию, и наконец-то я очень рад, что я увидел этот мультфильм, с большим удовольствием его посмотрел, но поговорить я хотел не о том, как мне все это понравилось, может, было бы как-то странно об этом с вами разговаривать. Я углядел там русский след. Русский кошачий след? Или... Вот, там есть, во-первых, русский кошачий след, потому что один из персонажей русский, он так и называется в титрах, Russian Cat. Причем прямо сейчас я смотрю за окошко, тут такая терраса и балкон, и поэтому по этой террасе разгуливают аж два кота. Ну, вы знаете, что южные города, ближний восток, тут... Богатый на котов, да. Вот буквально один туда прошел, один в другую сторону, значит, я, наверное, на пути. Так вот, я нашел в этих котах-аристократах русский след и попытался его размотать. Он меня завел в довольно неожиданные места, не буду говорить, подтвердился или подтвердилась или опроверглась моя теория о русском следе в котах-аристократах, но с ходом своего расследования, которым я несколько дней занимался после просмотра мультика «Кот-аристократы», с ходом моего расследования я хотел бы вас познакомить. Мне кажется, это многим было бы любопытно, потому что в очень неожиданные места меня все это завело. Ну, и про сам мультфильм я тоже расскажу, про то, как он был создан и какие у него были предтечи и последствия, по-моему, это тоже добавляет красок, хотя он замечателен и сам по себе, если вы взглянете и уделите 85 минут, понравится и вам, и, может быть, вашим юным друзьям или вашему юному потомству. Вот, что я хотел сказать. Ну что, в общем, у нас, знаете, три минуты остается до блестящего выпуска новостей и в очередной раз приготовленного Игорем Наумовым. Может быть, нам написали что-то любопытное. Мария... Ну, у нас даже поменьше полтора минуточки. Володя, ну, зовут, конечно же, во всякие разные города, не только в Калининград, но и, кстати, в Петрозаводск. Приятно, что вы нас слушаете, тем более, что в Петрозаводске нас можно слушать только через приложение, насколько я понимаю. Ой, я больше хотел оказаться в Карелии, ну, в общем, осуществим эту задачку. Тем более, видишь, там, какое раздолье, где спрятать в Карелии, учитывая природу, может быть, ты что-то найдешь там в природной среде наконец-то такие спрятать, на тропе. Да, ребят, из Петрозаводска, вы слышали, что мы сегодня про вас уже говорили, мы говорили о том, что Петр лечился на марциальных водах, на Аланецких водах в Карелии и по пути оттуда останавливался в Вологде. Как раз... Поэтому, я думаю, и написали, да. ...был спрятать сокровища. Откуда еще пишут? Да вот, Москва, ты знаешь, в основном жалуется, что давненько ты в Москве уже ничего не прятал. В Вологду ехать далеко, это нам пишет Петр. Плюс я вернусь в Москву где-то там в начале, в середине марта и обязательно, буквально спрячу сокровища в Москве. Более того, я думаю, что я окажусь в Иерусалиме, вот как только закончится Пурим и связанный с ним карантин, и спрячу сокровища там, чтобы мы в Израиле, я напомню, что сокровища, спрятанные в Тель-Авиве, блистательным образом нашел нас слушатель Сергей. Сергей, простите, сразу же, если я перепутал ваше имя и называлось как-то не так. Наш постоянный слушатель из Герцли приехал на велосипеде сюда, в Тель-Авив. Еще раз обязательно спрячем во второй израильской столице, в Иерусалиме, но это будет не в этот раз. Продолжим сразу после новостей и про отречение Толстого. Толстого.